На днях Apple публиковала новую рекламу своих телефонов, снятую режиссером Дэвидом Линчем. Не путать с Дэвидом Линчем и его головоластиком и Твин Пиксом. Парень, снявший Дэдпул 2 и Джон Уик, рассказывает о том, как любой человек, используя iPhone 11 Конечно же не этот, может выйти на улицу и снять эпичное кино. Разбираемся, так ли это. Главным посылом видео является то, что вам не нужна эта гора оборудования, которую используют режиссеры на голливудских площадках, и что основа хорошего фильма – это хорошо рассказанная история. История этого ролика заключается в схватке на снежках между братом и сестрой за медведя Тедди, привязанного к дереву. Мы видим огромное количество динамичных сцен, тревожных крупных планов, нестандартных решений в поиске ракурса и даже нагнетающий саспенс в финальной сцене. Все это заканчивается посылом, мол, делай свои ежедневные видео эпичными. После такой рекламы, по идее, все должны схватить свои айфоны и начать снимать Голливуд. Но что кроется за мнимой простотой рекламного видео? Итак, во-первых, это сценарий. Даже к такому короткому видео нужно написать сценарий и сделать раскадровку всех сцен. Здесь присутствует все из классической схемы построения сюжета – экспозиция или завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Это все держит нас в напряжении с первых секунд ролика и даже где-то сопереживать главным героям видео. Далее мы видим, что над роликом работала целая команда людей. Такое количество участников вполне могло снять свой блокбастер, собственно, что они и сделали. Здесь и режиссер-постановщик. И ассистент режиссера, и каскадера, и звукорежиссер, и оператора. Незабываемо про актеров, которых одевали костюмеры, красили визажисты, вставили им движения, постановщики трюков. Возможно, еще были какие-нибудь пиротехники и реквизиторы. После чего все упало на стол профессионального монтажера, саунд-дизайнера и в конце специалиста по цветокоррекции. Так что да, любой человек может снимать на айфон крутые видео. Блин, как круто! Поговорим про оборудование, используемое в видео. Возможно, оно действительно недорогое, и его может себе позволить какая-нибудь инстатетка. Но обо всем по порядку. В видео мы явно видим, что не обошлось без стабилизатора, прикрученного к палке. Да, он действительно стоит ерунду, баксов 100-200. Обвес на сам телефон, такой можно заказать на Алиэкспресс, тоже недорого. Рекордер для передачи изображения на режиссерский монитор, такой можно купить, если продашь свою тачку. Микрофоны для записи качественного звука, тот, что держит звукорежиссер, в дешевизне которых я, если честно, сомневаюсь. Какого-то колхозного крепежа от сварщика Анатолия Ивановича, чтобы закрепить айфон на санке. Вот здесь видно снеговые и дым машины, чтобы девчонка бежала как будто из тумана. Отражатель и мощнейший свет, если не ошибаюсь, фирмы Ария, стоит как небольшая квартира под Питером, которую видео просто повсюду. Я думаю, что в этой сцене весь фон засвечен именно им, хотя не исключено, что это действительно так фигачит солнце. Ну и, конечно же, сами айфоны 11 Pro, на которых установлено специальное программное обеспечение для съемки видео. Но это капля в море по сравнению с тем, что я сказал выше. И это не считая всякой сопутствующей ерунды, типа стоек, стремянок и штативов. Большое внимание хочу отметить на цвете видео. В покрасе изображения, снятого на айфон, нужно быть предельно осторожным, потому что могут вылезти серьезные артефакты и замечания, связанные с динамическим диапазоном. Но все-таки айфон это не профессиональная камера. Здесь же мы видим цветную, очень яркую, насыщенную картинку. Оттенки кожи очень живые и естественные. Вообще, гамма напоминает мне пресловутый Teal End Orange, но больше уведенный в пурпурный. Может я, конечно, гоню или ошибаюсь, но уверен, что здесь колорист потратил не один час и проделал огромную работу над цветом. Задачей режиссера было показать большие возможности камеры айфон 11. И да, возможности этого смартфона действительно поражают. Здесь он показывает и рассказывает про съемку в 4К 60 фпс и съемку в мощнейшем слоу-мо 120 кадров в секунду. Также в айфон запихали дополнительную широкоугольную камеру с углом обзора 120 градусов, помимо основной и еще и телеобъектив. Таким образом, в одном телефоне ты покрываешь все основные фокусные расстояния. В общем, я вместе с режиссером Дэвидом Личем очень надеемся, что ты прямо сейчас выйдешь из дома, пойдешь в магазин и купишь себе айфон 11 в кредит за 100 тысяч рублей и начнешь снимать голливудские блокбастеры. А если серьезно, снимает не камера, а снимает человек. Я очень рекомендую тебе инвестировать в свои знания, а не в железо. Не покупай дорогие камеры, не покупай дорогие телефоны, если тебе это не нужно и ты не хочешь повыпендриваться. Научись видеть, принимай нестандартные операторские решения, какие-то интересные ракурсы. Больше читай, подписывайся на канал. И на этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok